Аллилуйя Ты верни, ты сильный Ты любишь его Ты истинный, ты Бог живой И все в тебе и знай Ты самый близкий друг И всей душой тебя люблю Тобой одним живу я Тобой одним дышу я Всегда со мною рядом Не бросишь, не оставишь Я знаю, здесь сейчас ты И сердце мое жаждет быть с тобой Снова слышать голос твой Иисус Иисус Пишет голос твой Спасный Светель, цельный день, Милосердь Бог, Ты удивительный, Ты щедрый, Ты самый близкий друг, Я всей душой тебя люблю, Люблю тебя. С тобой одним живу я, С тобой одним дышу я, Всегда со мною рядом, Не бросишь, не оставишь, Я знаю, здесь сейчас ты, Сердце мое жаждет быть с тобой, С тобой одним живу я, С тобой одним дышу я, Всегда со мною рядом, Не бросишь, не оставишь, Я знаю, здесь сейчас ты, И сердце мое жаждет быть с тобой, Снова слышать голос твой, Слышать голос твой, Иисус, Ты нужен мне, Ты нужен мне, Иисус, Тобой одним живу я, С тобой одним живу я, С тобой одним дышу я, Всегда со мною рядом, Ты не бросишь, Ты не бросишь, не оставишь, Я знаю, здесь сейчас ты, И сердце мое жаждет быть с тобой, С тобой одним живу я, С тобой одним дышу я, С тобой одним дышу я, Всегда с тобою рядом Не бросишь, не оставишь Я знаю, здесь сейчас ты И сердце мое жаждет быть с тобой Брось, брат, бось Бось, тут я славлю тебя Ты достоин новых встреч Тобой одним Тобой одним живу я Тобой одним дышу я Всегда со мною рядом Ты не бросишь, не оставишь Я знаю, здесь сейчас ты И сердце мое жаждет быть с тобой Снова слышать голос твой Субтитры создавал DimaTorzok Музыканты, спасибо Прославители, спасибо Подождите, пока не уходите Не уходите, постойте чуть-чуть От церкви вы можете присесть Можете присесть Я хочу, знаете, поблагодарить Несколько человек Которые трудились для того, Чтобы храм наш был открыт Всеми силами И интеллектуальными И встречами И составляли планы Как и что Ну, в первую очередь Это, ну, понятно, что Господу вся слава Аминь ему уже А теперь хочется людей поблагодарить Это наш драгоценный Епископ Федор Николаевич Пикин Который Организовывал все встречи Болел душой Это вообще человек-трудоголик, я скажу Я вообще на него смотрю Все время думаю Как нас Бог свел Вообще Любая какая-то Негативная информация Она меня приводит В какое-то состояние ступора Я думаю Жить-то как дальше И всегда Федор Николаевич Таким танковидным образом Такой Все будет хорошо Господь с нами Все нормально Как пилот во время, знаете Когда самолет летит вниз А пилот говорит Да все нормально Все нормально Успокойтесь Борттехник Не, наоборот Я как пилот Как я старший пастор Я говорю Все, все Приборы отказали Борттехник говорит Да все нормально Они работают Ты давай Приди в себя Спасибо тебе Федор Николаевич Большая честь Что ты мой друг Второй человек Это Влад Михеев Я хотел его поблагодарить Его сейчас нет Он на Бару В городе Бор Человек Который технически Все организовывал Связывался с людьми Со всеми Кто должен был Все это сделать Потом Антон Мурзаев Антон Ты здесь? Не знаю Вот есть Антон Мурзаев Человек Который Непосредственно Вот непосредственно Как хозяйственник Здесь вот все Приводил в порядок Каждую лестницу Каждую железку Приваривал И со своей командой Само собой Всей команде Его тоже Большое Большое Большая Не знаю что Честь Радость Вот чтобы церковь Жила Во время не только Коронавируса А вообще Во время этих Давлений Всего У нас вот такой Бессменный Администратор Человек Который Все держит Под контролем Это Екатерина Веселова Екатерина Спасибо тебе Ты там сейчас Это человек С большой буквы Высокого ума Образования Великой души И она держит Весь офис Под своим крылом Слава Богу За каждого За всех сотрудников Наших Само собой Потом я хотел Еще одного человека Выделить Он вроде так В глаза не бросается Это вот Алексей Белосельский Вот он стоит Поет Это тоже человек Легенда Потому что он уже Столько лет Я его помню Молодым парнем Совсем Вот вся Техническая часть В том смысле Что Писание говорит Бог живет В словословии народа В словословии И вот он Как-то Организовывает Вот знаете Все музыканты Вот если взять Музыкантов Как Вот как Как касту людей Они же Они же только на чувствах Кстати об этом Я сегодня буду проповедовать И это неплохо Что музыкант переживает Любовь И он пишет Не переживает Любовь Не пишет Он злой Не идет Застрелился А Алексей Белосельский Он какой-то редкий музыкант Который делает Независимо от того Что он чувствует Он делает Из чувства долга Просто Надо Господа славить И всегда получается Пока у нас был онлайн Он все организовал Всю команду Вокруг себя организовал Ребят Никого не снимаю Со счетов Всех непосредственных Участников музыки Непосредственных Но я имею ввиду Что вы каждый молодцы Но Алексей Вот он Как вот этот вот Клей Который всех склеивает Вот Ну и само собой Всю пастерскую команду Всех ребят Кто тоже Все участвовали В этом Все лидеры Домашних групп Кто жил За пределами церкви Вел Домашние группы Всю команду Двенадцати Само собой Я благодарю Если кого-то Забыл Простите Ну безусловно Дениса Пелясова Надо поблагодарить Он тоже техник Его здесь нет Он онлайн Все организовал И всех остальных Всю молодежь Если забыл Кого-то простить Вы знаете Удивительно Что Когда мы будем Писать историю Нашей церкви А мы ее точно Будем писать Нашей общины Потому что церковь Иисуса Христа Она по всему миру Вот вы должны понять Как мирские люди Мыслят Они мыслят Думают Вот ты какая-то церковь Одна Непонятная Нет Мы евангельская церковь Которая включает Все церкви По земному шару У нас сердце Включающее все А вот часто Как раз Какие-то Структуры Религиозные Они вроде Большие Государственные Но они всегда Кого-то исключают Все время Кому Церковь не мать Тому Бог Не отец Им вообще по барабану Что люди исцелились От болезней В других странах Что люди там От наркотиков освободились Семьи изменились Не в их церкви Они все стирают И говорят Все в ад В ад Потому что вы не наши Но это совершенно Не библейское понимание Не божие понимание Поэтому мы включающие Мы всегда включающие Но когда история Пишется отдельной общины Вот наше Посольство Иисуса Обязательно будут там Звучать эти имена Имена людей Которые служили Вот этих людей Великих людей Но Не забывайте Будут звучать И негативные имена Я прям недавно понял Подумал Вот в историю нашей церкви Войдут два имени Которых я сейчас Даже не хочу называть Но многие Кто в курсе Их знают Я говорю Обязательно мы их пропишем Потому что Есть же на страницах Библии Иуда Но его же не выкинули Иисус же не сказал Что все молодцы И вот еще один ученик Нет Мы прям пропишем Были в нашей истории Церкви два подонка Один мужского пола Другой женского Которые были среди нас И организовали таким образом Все Чтобы вот их Братьев и сестер Которых доставали Из наркотиков Из ада Эти люди Не просто согрешили Поймите Блудный сын согрешил В Библии написано Но его имени не написано Поэтому есть милость Да Для согрешивших Но для негодяев Умышленно действующих На уровне Иуды Навсегда В памяти Останется в памятной книге Имена мерзости Поэтому Их нельзя забывать Этих двух людей Их нельзя Это грех Перед Богом Их забыть Их нельзя Поэтому Были люди Которые инициировали Все это От чего мы страдали Вот этот год последний Вы только вдумайтесь Были люди Не просто за пределами Нашей церкви Ганимы А внутри нас Которые сделали все Для того Чтобы мы пострадали Как церковь Поэтому Да Господь воздаст Не наше дело Уже воздавать Но запомнить их стоит Итак, друзья Спасибо, музыканты Спасибо Теперь можете присесть Спасибо Вы знаете В жизни всякое бывает В жизни все бывает И надо понять Что Ну Гонения реальные Они существуют Кто-то пытается Мы здесь славим Господа Мы радуемся А кто-то Целенаправленно сидит И мыслит Как Как Иуда Продать за 30 серебряников Как уничтожить Служение пасторов И например Вот Аня Зосимову поет Вот здесь сейчас Справа поет Вот ее пастор Вообще Суд был Им по-моему 9 лет Дали тюрьмы Я не знаю 9 Ему и его жене В Казахстане В свое время Они просто вовремя Сбежали из Казахстана Потому что иначе бы Их посадили Ну известный Максим Максимов Кто его знает Другой пастор Из Узбекистана Мой хороший друг Давид Фамилию забываю Он Как его фамилия Корейская фамилия Да Он 4 года отсидел Вообще ни за что 4 года Просто пастор Вляпали ему В Узбекистане Что-то там И он говорит Я же понимаю Что меня просто Вот посадили Чтобы церковь развалилась Но церковь не развалилась Слава Богу И вы знаете И поэтому для нас Это вообще Ну Честь Что нас во-первых Наехали на нас А с другой стороны В этом-то видна рука Божия Во-первых Что нас никого По крайней мере Не посадили И на том спасибо Вот А второй момент важный Что церковь-то жива Вот что Прекрасно Какой у нас был Прекрасный остров Как люди выезжали Прекрасно Кто-то конечно Отвалился Всякое бывает Но никогда Не вздумайте Сказать фразу Там все лицемеры Там все негодяи Как только ты это Произносишь По отношению К церкви Иисуса Христа Там все лицемеры И негодяи То это значит Ты уже где-то сам Начал грешить Я всегда говорю Это просто Уже симптомы Симптомы Как только ты оскорбился На всех Обобщаешь всех Потому что Когда-то один согрешил Говоришь Все они там такие Скорее всего Ты в первых рядах Скачешь на коне Либо воровства Либо блуда Либо уже на грани развода Либо еще чего-то Поэтому Всегда смотри за собой Всегда Вопрос христианства Это смотреть На самого себя В свое собственное В собственное сердце Аминь дорогие Итак Молимся Это такая прелюдия Была важная Для нас Я рад вас всех видеть Рад Я вас не видел полгода Больше Когда Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 7 месяцев Мы не встречались 7 месяцев Только подумайте Карантин начался в марте А мы А мы С конца декабря Закрылись Такой день рождения На день рождения подарок Мне никто такой не приносил 1 января Я утром просыпаюсь Представьте Встаю У меня день рождения 1 января Кто не знает И у моей супруги И мы просыпаемся И такие смс Приходят от Федора Наш храм Закрыли Я Как? Что происходит? Но слава богу Бог он не человек Он не мы Он вне этой всей Турбуленции Он вне этих всех Болезней Всех несчастий Он вообще вне Вот этого человеческого И земного Бог Хозяин вселенной Мы должны понять Он творец Он дизайнер этого мира Прекрасного мира И даже тот факт Что Сегодня атеисты Там пытаются говорить Да бога нет Небес нет Всегда звучит один вопрос Как? Вот как? Этот мир Устроен так логично Почему? Кто дизайнер? Почему есть мужчина и женщина? Почему эволюция пошла вот так? Почему есть семья? Почему есть сострадание? Любовь? Почему эти вещи существуют? Они необъяснимы с точки зрения эволюции И они будут всегда звучать Как колокол Очнитесь народ Бог жив и вечен И он любит вас И для этого вас создал Аминь И о чем я хотел сегодня В первую проповедь свою говорить Мое слово называется сегодня Долг у дел героев Долг у дел героев И если вы это слово Сегодня сконцентрируете свое внимание На этом слове Это слово войдет в вас Из Библии Войдет в вашу душу То оно обязательно вас изменит Церковь никогда не должна Брать на себя функцию Коучинга Функцию бизнес-тренеров И хотя многие вещи Переплетаются Потому что Библия говорит о том Что мы будем успешны В жизни Мы будем здоровы Мы будем спасены Мы будем благословенны Вот слово просто Благословен Это значит Бог сказал Благое о тебе Он сказал тебе Что ты будешь Благословенным и счастливым Даже в трудных ситуациях Это риторика Господа на страницах всех Библии Я всегда удивляюсь Как люди смогли Испохабить Библию Настолько Что замурыжили Вот эти истины библейские Куда-то Чтобы народ просто не понимал О чем говорит Библия Но Библия Крайне позитивна Крайне Вы со мной дорогие И время в которое мы с вами живем Вот это время 21 век Библия определяет Как время тяжелое И оно тяжелое Не по причине войны Не по причине войны Или голода Или еще что-то Но по причине того Что вечные ценности Совершенно извращаются Вот почему Библия говорит Что будут времена тяжелые В последние времена И ты знаешь Многие люди сегодня говорят Да что такого-то Голода нет Войны нет Что не тяжелые времена Там совсем другая Другая причина И давайте откроем Второе послание Тимофею Второе Тимофею Третья глава И прочитаем С первого по седьмой стих Апостол Павел Великий человек Пишет послание Своему ученику И смотрите что он говорит Удивительно Знай же С первого стиха Мы сегодня выводим на экран Нет? Я просто не в курсе Второе Тимофею Третья глава С первого по седьмой стих Знай же Что в последние дни Наступят времена Тяжкие То есть смотрите Говорит В последние времена Будут тяжкие Они тяжкие И говорит Знай Вот ты должен быть в разуме Они будут тяжкие И смотри Не сказано Война придет Кометы прилетят Там разрушится все Голод Я не знаю Коронавирус Нет совсем не по этой причине Ибо Стрибролюбивые Стрибролюбивые Это эгоистичные То есть я Мне Мое Все должно крутиться В руках Вокруг моих эмоций Вот я Ну вот я Вот я Вот я Вступил в брак Вот сделайте меня счастливым Жена Дети Там и так далее Дети говорят Ну вот мы родились в мир Вот вы мне все обязаны Вот мы Вот все мне чем-то обязаны Все крутится вокруг меня От тиктока до инстаграма Стрибролюбивые Второе Смотрите Руководствуются Исключительно Возможностью Обогатиться То есть человек Оценивает все Вокруг Что мне за это будет Вот я что-то делаю Для тебя Что ты мне взамен дашь Вот я пошел на работу Дайте мне больше денег Ты скажешь Всегда так было Не всегда Поверьте Было не всегда Многие люди Во протяжении истории Делали великие дела Даже в работе Изобретения были Не за деньги Они просто так жили А это просто была их идея Создать какое-то Лучшее общество Они может быть Заблуждались Времена были возможно Тяжелые Как раз из-за голода Из-за войн Но люди творили Творили не за что-то А потому что Им хотелось это делать Следующее Горды Надменны Очень похожи Два прилагательных Злоречивы Вот тоже интересно Мы проскакиваем Слово злоречивы Обратите внимание Нецензурная речь Станет нормой Нецензурная речь Была во все века В человечестве Но никогда Она не становилась Нормой Вот знаете Даже легко заметить Я был мирским человеком До того как я пришел Ко Христу Я был подростком И я помню Мы рассказывали Похабные матные анекдоты Но чего мы всегда боялись А вдруг мама услышит Вот это я помню Я помню Мне там лет 8 Я рассказываю школе Какой-то матный анекдот Своему однокласснику Тот потом рассказывает Моей маме И моя мама меня за волосы На И лох таскала меня Так я не маме рассказал Я другу рассказал А он рассказал маме И мама меня за волосы Я боялся Мы боялись При взрослых Произнести мат А ты сейчас понимаешь Что ты просто стоишь Вот где-то в магазине Я делаю просто замечание И вижу Как на меня не реагируют Стоят дети С родителями Со взрослыми И дети между собой Говорят на мати Отец говорит на мати С продавщицей Продавщицей ему отвечает И вот этот мат Он стал нормой Ну особенно у молодого поколения И я думаю Сейчас сделаю замечание Да меня папа пошлет На три буквы Скажет Оставь ты в покое Моих детей Ёптать Знаешь Это ж не мат И я думаю Это с экрана телевизора звучит И я думаю Опа Слушаешь программу какую-то И там в этой программе На Такое выскакивает Моля погода-то какая хорошая Думаешь Да что ж такое На каждом шагу Так это только Форма я называю А представь Это стало нормой И Библия говорит Злоречивы будут люди В последние времена Родителям не покорны Ну слушайте Во все времена Люди слушались родителей Для них был авторитет родителей Даже пьющий отец Он все равно вызывал Какой-то Ну хотя бы страх Если не уважение То тут не покорны Неблагодарны Люди берут И считают Что так должно быть Всегда Я ем Не благодарен Почему во все времена Люди молились перед едой Вот почему Люди благодарили Вселенную Так или иначе За то что у них есть пища на столе Просто вот садились И у них есть что-то на столе Они говорят Спасибо тебе Господь Что ты дал мне пищу Иисус преломляет хлеб Подает ученикам И что написано Возблагодарив Господа Джек ломает хлеб Говорит Господи спасибо тебе Сегодня народ Что так мало Что колбасы нету Что такое Неблагодарны Нечестивы Недружелюбны Ну недружелюбны Это уж понятно Это интернет Нас всех Просто превратил В каких-то поверхностных друзей У меня Фейсбук мне говорит У вас 5000 друзей Больше мы не можем пустить Я сижу и понимаю Фейсбук мне пишет У вас 5000 друзей Я хотел в фейсбук Прямо крикнуть Сказать ему Да у меня друзей Всего пару десятков Не надо мне рассказывать Что у меня 5000 Не верю я в ваших друзей В фейсбуке не бывает Друг это тот Который ты знаешь Придет во время беды Это не моя фраза Это из библии Из фейсбука Никто не придет ко мне Во время беды Максимум поставят там Вот так вот Вот так вот Штучки которые Молюсь за тебя И то не знаешь молится он или нет Сидит в туалете Кликнул Так чтобы пастору Неплохо было Смотрите дальше Написано Непримирительны Клеветники Невоздержаны Невоздержаны Это значит похотливы В сексуальных своих направлениях Сегодня люди Большинство разводятся Как раз то Из-за сексуальных похождения Никогда Поймите Никогда В истории человечества Не было Не было того Чтобы женщины уходили Бросали детей Своим Своим мужьям Потому что Они просто хотят гулять Не догуляли Вот как-то мужик Исторически Мог вот этой вот Штучкой грешить Это плохо Я не говорю Что это правильно Но как-то это присуще Мужикам было в истории Гулять Сейчас я вам скажу Вот англосаксонская культура Ну в России еще поменьше А вот туда На запад уже Я вчера прямо сидел С своим другом Рассуждал и говорю Я вот приезжаю там Соединенные Штаты Америки В Европу Приезжаю Общаюсь с моими друзьями Я не знаю Ни одного случая Вот из моего окружения Кого бы я знал Ни одного Чтобы мужик ушел Из семьи Никогда Мы сидим с женой Говорим Человек 20 Я знаю Когда жена бросила мужа Ради Послушайте Просто сексуальных удовольствий Штук 20 И это в церквях Это люди Одна женщина у нас Знакомая В Германии Ушла от мужа У нее четверо детей Четверо Только вдумайтесь И она говорит Я пошла гулять Просто я все Я больше не могу Я думаю Что это с народом Ну просто Секс-секс Как это мило Секс-секс Без перерыва Нам отовсюду Со всех каналов Нам Вау Да ты че Американский фильм Будет о чем угодно Об инопланетянах Все равно там кто-нибудь Кого-нибудь трахнет Почему? Потому что человеку хочется Вот Порой фильм-то вообще Не об этом Вот не об этом Я уже сижу и думаю Ну хоть не совокупляйтесь Виль Фильм-то про войну Ну хватит уже Нет все равно Там кто-нибудь Кого-нибудь найдет И прижмет Почему? А народ не воспринимает Фильмы голливудские Если там не будет Половой сцены Однажды какой-то фильм Я недавно смотрел И даже обратил внимание Думаю Надо же Ни разу ничего не было Думаю Странный фильм А потом в рецензиях Смотрю Говорит Провальный в кассовом масштабе Потому что этого не было Дальше Смотрите что интересно Библия говорит Написано Нелюбящие добра Жестаки Жестаки Нелюбящие добра Интересно Нелюбящие добра Предатели Наглы Напыщены Слово-то какое Напыщены Видимо апостол Павел В то время не знал Слово Понтовитые Мы сегодня Слово Напыщены Как-то не понимаем Напыщены А тогда это Понтовщики Просто понтовщики Смотри какая машина Семенович Вот так Вот эти ручки Фигуры Рубашка Дольче Габана Не то что там Колхозник Сегодня мир живет так Ну что Не то я говорю Ну посмотрите Что там мы Ну в инстаграме посмотреть Старшее поколение скажет Мы не смотрим инстаграм Так сегодня старшего поколения нет Мы им запретили Из-за коронавируса А все остальные Знают что такое инстаграм Так вот в инстаграме Что мы видим в инстаграме Мы видим вот этих вот Людей которые просто Уже не знают Что с собой сделать И так И профиль И так И фотки самые лучшие И вот часы у меня какие И вот у меня вторые И вот у меня трое Думаешь Слушай Ты что У тебя предел то есть в понтах Нету В человеческой природе Нет предела в понтах И апостол Павел говорит Они понтовщики будут Не я сказал В Библии Вот в моей Библии написано Ты скажешь Нет не так Ну так Напыщены Более сластолюбивы Нежели Боголюбивы Ну смотри Сластолюбивы Это больше люди любят Удовольствие Удовольствие Они важнее Чем Какие-то переживания С Богом Но послушайте Мы как люди Способны переживать Присутствие Божие Присутствие каким-то образом Что Бог рядом с нами Вот его тепло В прославлении Когда мы славим Бога Когда мы молимся Ведь можно же переживать Тоже позитивные эмоции Но знать что они ведут нас На что-то светлое И святое Ну так ведь Но люди теряют эту вещь И дальше написано Смотрите Имеющий вид благочестия Имеющий вид благочестия Это религиозно-нравственная форма Лишь только форма правильная Раз в церковь пришли Во время венчания Там как-то Вот заметили В храм человек идет Он сразу поправляется Он правильный какой-то Сразу стоит свечку Сразу в правильной руке держит Откуда знает Никогда не ходил Он стоит У всех постные физиономии Все правильные Все до одного Но все четко понимают Что на них влияет просто храм Из храма выходят Ять-мать Понты Там туда-сюда Им больше это не надо То есть религиозная форма выполнена Но смотрите что говорит Апостол Павел говорит Имеющий вид благочестия А силы же его Отрекшиеся Он говорит Они не переживают силу Божию В своей жизни Они вообще не знают Что это такое Наслаждаться молитвой Вот спроси человека Просто Среднестатистического Который говорит Я хастенин У него там крестик болтается На волосатой груди Ну скажи ему Ну ты переживал Вот радость молитвы Со слезами Он Не вопрос переживал Не переживал Он даже не поймет О чем ты его спрашиваешь Он даже не врубается О чем Он Чего Хотя пророк один Правда не канонический Сказал интересную мысль Сказал Много есть наслаждений в жизни Вкусная пища Приятная музыка Красота женщин Красота природы Но настоящее удовольствие Я нахожу только в молитве Слушайте я думаю Представьте человек говорит Вот настоящее Много чем можно наслаждаться Но мое глубокое наслаждение Это когда я в молитве Когда я спускаюсь и молюсь И говорю Господи Как здорово что ты рядом Какая сила приходит ко мне Бензин мой заполняется в мой бак Я чувствую для чего я живу Независимо от того Богат я или нищ Независимо от того Сколько денег в моем кармане Независимо от того что со мной случилось Какая болезнь сегодня меня постигла Чтобы никакие враги не ополчились Я знаю Ты со мною Это сказал Давид в 22-м псалме Это не мои слова Давид говорит Если я пойду долиной смерти Что дальше Не убоюсь зла Почему Потому что Что написано Ты со мной Смотри какая сила Пойду долиной смертной тени Не убоюсь зла Потому что Ты со мной Не потому что У меня есть деньги Друзья Потому что Ты со мною Не убоюсь зла Вот в этом сила всегда была И дальше И апостол Павел заканчивает Этими словами Таковых удаляйся Таковых удаляйся И так когда он говорит Сила благочестия В чем смысл Сила благочестия Это умение делать свою работу Не исходя из чувств Но исходя из своих убеждений Вы знаете Сила благочестия Когда ты понимаешь Вот твое благочестие Зависит не от чувств Что ты чувствуешь А твои убеждения Потому что Убеждение человека Формирует его Как личность Ты личность Только потому Во что ты веришь Какие твои внутренние убеждения Эти твои внутренние убеждения Делают тебя личностью Вот Что ты из себя представляешь И Убеждение формирует принципы К сожалению Сегодня Люди беспринципные У них нет каких-то границ И принципов Может и есть Но они очень поверхностные И возможно Не связанные с вечностью Поэтому Павел предупреждает Что люди последних времен Не будут иметь принципов И мы будем жить Среди людей У которых нет принципов Это страшно Ты вступаешь в брак Вообще мне жалко Современное поколение Не то что я их там ругаю Я люблю своих детей Но реально страшно Потому что ты вступаешь в брак И ты понимаешь Что твоя вторая половина Не имеет принципов Это же жутко Если сейчас у тебя Какая-то проблема Если ты сейчас Красив Молод Имеешь финансы какие-то То и вторая половина Пишет тебе письма Люблю Там и так далее Независимо от того Мужчина или женщина Но потом Чик У тебя не стало денег Чик У тебя не стало здоровья Чик У тебя еще чего-то не стало И вторая половина говорит Слушай Я на это не подписывался Тогда убеждения Говорят о том Что этот человек Как личность Совершенно беспринципен Потому что именно Его убеждения Заставляют его идти Только за успешными За богатыми За красивыми А трудности Я к ним не готов Но жизнь Она как раз так и устроена Что именно трудности Формируют тебя Как личность И вот теперь возвращаясь К моему основному посылу Друзья мои На протяжении столетий Люди жили Из чувства долга Долг Это первое Просто долг Знаете Я должен Вот и все И прыгаем сразу В место Писания Где апостол Павел Пишет потрясающие слова Павел пишет Римлянам 1 глава 14-16 стих Апостол Павел Переживает Христа лично Он встречается с Иисусом Как со своим спасителем И теперь он вдруг Говорит такие слова Я должен И эллином И варварам И мудрецам И невеждам Смотрите Эллином Это язычникам Те люди Которые жили в греческой культуре Воспитанные Образованные люди Но они Эллины Живущие В Римской империи Варварам Это те кто живут За пределами Римской империи Он говорит Как мудрецам Образованным людям Высокоинтеллектуальным Так и невеждам Он говорит Я вам всем должен Скажут Что ты должен Ты что подписывался А он говорит Я ко Христу пришел Я получил спасение Я теперь должен Вот если бы каждый человек почувствовал Я пережил Христа Я был наркоман Освободился от наркотиков Теперь я всем должен Должен по крайней мере Сказать о том Что я пережил Рамис Азизов Кто его помнит Парень азербайджанец У нас здесь свидетельствовал Помните как он Исцелился от рака Четвертая степень рака была Исцелился С силой божьей Его списали отовсюду Все врачи Уже сказали Все конец И все в его палате умерли И тогда он заключил с Богом завет Говорит Если меня слишь Я буду всем рассказывать Прошли годы Он стоит на этой сцене И потом говорит Он говорит Я просто должен Понимаете Должен Каждый раз меня спрашивают И я помню Мой долг Который я сказал Господу И я каждый раз говорю Я должен Поймите В семье то же самое Мы просто должны Вот у нас есть с Верой И многие из вас знают их Семья Головинских Известная такая семья Они из Москвы Сейчас живут в Израиле Вот удивительно Жили Семейная пара Замечательные дети Все у них прекрасно Бух У жены болезнь Бас Страшная болезнь Когда все мускулы Просто атрофируются Человек не способен Не только ходить Он еще Выглядит не очень хорошо Жена Красивая Света Мы ее все знали Красавица И вдруг превращается Ну правда В старуху Больного человека Совершенно С обвислыми мышцами И Паша Ее муж Ну красавец Десантник Прыгал там с парашютом Когда он приехал прыгать Со своей командой В церкви Приехал Так даже тренер не понял Когда все писали Сколько у вас прыжков с парашютом У кого-то там Один Два У кого-то ноль Паша Выходит Семь тысяч двести Сколько-то Тренер говорит Вы что-то перепутали Он говорит Да нет И тренер понимает Что у него даже Тысячи прыжков нет А у этого чувака Уже семь тысяч с половиной Он где только не прыгал Там в Сирии Где-то там Десантник Вот такой Выйди на улицу Свистни все девки твои А у него жена Вот такая До сегодняшнего дня Живет со своей женой Приезжал к нам на остров Обмывает ее всегда И вот на остров Я ему писал Писал ему Сообщение Аудиосообщение Говорю Павел Слава Богу Живите дальше Ей врачи поставили диагноз Умрет через три года Она через три года Родила вот такая Врачи смотрят Как она лежачая Родила Как ты родила До сегодняшнего дня Живет Победила все Все рекорды Гиннесса Десять лет живет С этой болезнью До сих пор И говорит Благодаря Паше Вот просто Такой у нее завелся Паша Который говорит Да мне все равно Что я чувствую Я просто однажды Ей обещал Быть с тобою В чем В болезни и в здравии В здравии то нормально А вот в болезни Фигово как-то Заметили Вот Он говорит Долг Вот просто долг Как объяснить Вот не могу я это объяснить Долг Друзья мои И апостол Павел пишет Долг у меня есть Должок один Не те ли же слова Сказал Иисус Когда шел на крест Когда он шел на крест И сказал Господи Пронеси чашу Сию мимо меня Почему Ой как тяжко Как тяжко Ити на крест Вот так не хочется Вся природа говорит Все чувства мои говорят Да не ходи ты Ну тяжко тебе Так ведь Он говорит Но будет не моя воля А чья А твоя Да будет Вот долг Который есть у меня От тебя Я должен его пройти Вы знаете удивительно Что в истории полно примеров Даже каких-то сумасбродных Я бы даже сказал Не связанных с христианством Но люди так мыслили Мыслили И Вот есть такой человек По имени Не есть Он уже умер Его зовут Простите Анода Хиру Чтобы не ошибиться Анода Хира Мы оставим за скобками Вторую мировую войну Потому что он японец Капрал японской армии И вот представьте Когда людей бы я спросил Об истории Аноды Хиру В 45-м году закончилась война Он воевал с американцами В своем корпусе С своим взводом И вот когда американцы наступали Его взвод ушел В джунгли Филиппин И вот они там Живут со своим взводом Там 4 человека Они живут Одного убили Второго убили Война в 45-м закончилась Они дальше там продолжали В лесах Вот угадайте Сколько лет он воевал Ну понятно Не надо с места кричать Но все-таки Сколько лет Вот мне спросили Вот сколько парень лет Мог воевать после войны Сколько Знаете он книгу какую написал Когда его нашли Он написал Никогда не сдавайся Точка Моя 30-летняя война 30 лет 30 лет лазить под джунглем Понимаете И все время там Стрелять с этих Спецназовцев уже в Филиппин Удивительно Что другой человек Уже в 75-м году Студент Кстати С озвучной фамилией Легко запомнить Судзуки Другой японец Он знал Что на Филиппинах Живет этот вот придурок Бегает там Воюет до сих пор Он не был в тайне Он не жил там просто Он вылазил Стрелял Убегал Его ловили Вся армия Филиппин Его пытался поймать Не могли понять Ну придурок Живет же в лесу Чего-то как-то Так вот студент Судзуки Приехал На Филиппины И ходил по лесам Как наживка Чтобы встретиться Вот с этим ветераном Тот его 4 дня Его выслеживал В джунглях Этого студента И потом Когда он его выследил Вышел с винтовкой И там ему Хэнде хох Руки вверх Я не знаю чего И студент этот японский Ну говорит Заговорил с ним по-японски Он говорит Понимаешь Я пообещал сам себе Чтобы найти тебя в лесу И объяснить тебе Война кончилась 30 лет назад Понимаешь 30 лет Этот парень Стоит с винтовкой Знаете самое жуткое Он говорит Я знаю Вот это меня больше всего удивило Он говорит Я знаю прекрасно Я же нападаю на полицейские участки Я там нахожу радиоприемники Я слышал что Я слышал что В 64 году прошла Олимпиада В Токио Олимпиада прошла уже А он все еще там воюет Еще 10 лет после этого И тот говорит Так зачем ты воюешь то Зачем это все И он говорит Мне приказа не было сдаваться Первое А второе У меня есть долг Вот когда я прочитал Я же глаза протер Еще раз посмотреть Он говорит Долг есть Вот мне сказали офицеры Сражайся Не сдавайся Выполняй свой долг Ну понятно что он На всю голову странный Все это понятно И самое жуткое Он и тогда не сдал оружие Он сказал Пока мне командование Не прикажет Этот студент Приехал обратно в Японию Нашли какого-то офицера Отставного В его подразделении Он приехал туда В полном амбудировании Хотя был уже на пенсии Пришел в этот лес Вместо точку И сказал По всем там этим Сюжетам военного времени Анода Хиру Капрал Пожалуйста сдайте оружие Япония сдалась Тот вышел Сдал свою винтовку В форме был Образца там С сорокового года Представьте Тридцать лет Эта форма Облезла Подшита Но он там стоял Чик все Пятьдесят два года Вышел на пенсию Представляете И народ не знал Что с ним делать То ли его судить Как маньяка Он тридцать лет Все таки людей убивал Ни много ни мало Там на Филиппинах С другой стороны Не поймут Либо его как солдата судить И вот только потому Что на суде он сказал Я выполнял свой долг Его помиловали Только поэтому Потом он там Стал героем Японии Но речь о чем Я всегда думаю Как люди могут Выполнять свой долг Выполнять его До крайних форм Крайние формы Представляете А человек выполняет Понятно Что наши времена Уже другие Понятно Что время героев Уже ушло Но хоть чуточку Если у нас останется Это чувство долга Мы хотя бы сохраним Вот какой-то вкус Этого общества У меня мама Чего далеко ходить Моя родная мама Я вот тоже записал Что о ней Хоть вспомните О моей маме Сорок лет Жила с мужем Алкоголиком Сорок лет Я всегда думаю Когда цифру представляю Анода Хира Воевал Тридцать лет А моя мама Воевала Сорок лет Каждый вечер Алкоголик Приходит домой Пьяный Каждый вечер У него перерывы были Там может на неделю Когда он И говорит И мама смотрела на меня Как сейчас помню Говорила Вот увидишь Наступит день Лешенька пить не будет И я думал Мам ты в своем уме Лешенька пить не будет На тот момент Там было может лет 30 Когда он пил И я говорю Мам это не случится никогда Он будет пить всегда Пока не умрет И мама говорила Ну значит моя такая судьба И значит что самое жуткое Мама пришла ко Христу моя Молились мы вместе за отца И когда отец вот здесь Вот в этом зале Вышел мой отец на покаяние После этого 12 лет Он не пил 12 лет И когда у них там было Такое знаете Медовое уже время И мама и папа Я все время думал Что с башкой у моей мамы Вот что у нее вообще Что там вот в этом сознании было Вот как ее так воспитали Она росла сиротой У нее не было ни отца ни матери Она была жила в деревне Ну как ты эту девчонку воспитали Любить мужа Ну даже чокнутого алкоголика Ну как ты же И она же прожила каким-то образом И когда моя мама сначала папа умер Потом ушел на небеса Потом мама 4 года жила без него И всегда говорила мне Какая у нас была с ним любовь А я сидел и думал Какая там любовь Что за любовь О чем она говорит А вот последние 12 лет Она говорит Такая у нас была сильная любовь И потом когда она уже умирала Мама моя Я стоял в Москве На проповеди У Рика Реннера в церкви Стоял тысячная аудитория Я стою проповедую Моя сестра сбрасывает смс Такая короткая Знаете смс Мама умерла И я стою на проповеди Вот как сейчас проповедую Смс приходит Я проглотил И понимаю Как-то аудитория мне незнакомая В родной бы церкви Я сказал А в чужой все равно тяжело Я проглотил просто Завис на секунду И потом Ну дальше стал проповедовать И потом думаю Вот жизнь человека Прошла Чик Все Последняя точка И думаю Вот в этой жизни Если посмотреть Ужасная жизнь Реально Никому не советую Как моя мать жила Никому Но думаю Ну как она достойно прожила И ушла на небеса Так что я навсегда Запомню ее Хлеще чем Анода Хиру Потому что Женщина прожила Из чувства долга А в конце получила И чувства Вот знаешь Когда ты живешь Подолгу То потом И чувства приходят Вы здесь дорогие мои Вас надеюсь не теряют